Вам понравилась первая часть, именно поэтому мы решили сделать вторую о прощальных релизах культовых рэп-исполнителей. Кто-то из них закончил с музыкой, кто-то распался, ну а кто-то и вовсе покинул эту бренную землю. Всем привет, с вами канал Шоу Бизнес, и сегодня мы расскажем вам о той музыке, которую выпустили наши любимые исполнители перед концом своей карьеры. Присаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Начнем мы сегодня с настоящей легенды, которая по уровню влияния и культовости может сравниться разве что с тупаком. Дамы и господа, Нотарио с B.I.G. Прощальный альбом Бигги оказался одновременно его дебютным альбомом, ведь второй сольник рэпера увидел свет спустя 16 дней после трагедии, тем самым став посмертным. Ready to Die же вышел за три года до инцидента. Именно этот релиз считается одним из самых влиятельных и сильнейших не только в истории жанра, но и всей музыки. Журналисты из Rolling Stone врать не будут. На этой пластинке Нотарио с рассказывает о своей жизни во времена бандитизма. И этот искренний и достаточно жесткий хип-хоп стал настоящей библией трушного уличного рэпа на многие годы вперед. Следом мы поговорим о культовой краснодарской группе Триада, под песней которой грустил каждый уважающий себя парень в нулевых. Группа просуществовала практически 20 лет, только в 18-м Негатив и Дина объявили о своем распаде. Как раз перед этим грустным событием парни выпустили свой альбом «Девять», в котором достаточно красиво попрощались со своей аудиторией и оставили неплохое послевкусие фирменного минора. Если сравнивать «Девять» с другими релизами коллектива, то можно убедиться, что он является не самым успешным как с коммерческой точки зрения, так и с точки зрения хитов. Но тем не менее фанаты группы все равно любят эту пластинку за привычную искренность и трушность. Следующим героем нашего видео стал один из первопроходцев так называемого эмо-рэпа Lil' Пип. Судьба Пипа в чем-то схожа с Бигги. В том смысле, что до своей смерти из-за передозировки он успел выпустить только один единственный альбом. Релиз пластинки Come Over When You So Be состоялся 15 августа 2017-го, за три месяца до трагедии. Он получил несколько золотых сертификаций, попал в чарт-билборд, а синглы с нее стали всенародно любимыми хитами, которые слушают и по сей день. Смерть Пипа стала настоящим потрясением не только для американской фан-базы, но и для русской. Ведь если посмотреть на количество его поклонников, может сложиться мнение, что у нас его любят больше всех в мире. И если посмотреть на кадры приезда Густава в Москву, в это охотно верится. Теперь вспомним легендарную питерскую группу Крэг, подарившую нам незабываемый вайп доброй грусти. Коллектив пережил очень много взлетов и падений, но мы посмотрим именно на золотую эру Крэка, когда классическое трио Фью, Сосаи и Марат покоряли Россию своей музыкой. Ведь для многих слушателей именно с распадом этого тандема и закончилось самое лучшее время. Их последним релизом стал альбом «Парике» 2006-го. Вы, конечно, можете возразить, ведь был меломан. Но нет, меломан — это сольник Фьюза, хоть и с никнеймом Крэка. «Парике» — это тот самый Крэк, который мы полюбили в нулевых. Альбом уже сейчас имеет статус одного из лучших в истории русского рэпа. Ну и к тому же именно на нем вышла легендарная нежность. Сразу же переберемся на другую часть планеты, и вместе с вами вспомним нью-йоркских парней из Run DMC, которые были одной из самых влиятельных рэп-групп поколения. Группа просуществовала долгие 19 лет, объявив о своем распаде в ноябре 2002-го. Это произошло из-за убийства джем-мастера Джея, который был диджеем коллектива. Последний альбом под названием «Кроун Ройл» парни выпустили в апреле 2001-го, и его результаты были куда скромнее предыдущих релизов Run DMC. 37-е место в чарте Billboard 200, 22-е место в чарте Top R&B Hip-Hop Albums, и всего лишь 500 тысяч проданных копий. Но даже несмотря на все вышесказанное, можно только поразиться количеством культовых музыкантов, работавших над релизом. Так в записи приняли участие Фред Дерст, Sugar Ray, Everlast, Kid Rock, Nas, Prodigy, Fat Joe, Method Man и многие другие. Из американского олдскула перенесемся в мир русского андеграунда, где вас ждет рассказ о таком рэпере, как Мерда Кила. Он был известен своими мрачными, депрессивными треками с порой ужасающими сюжетами. Максиму не стало летом 20-го из-за приступа астмы, вызванного употреблением алкоголя и антидепрессантов. Последним прижизненным релизом стал 1.05, выпущенный в том же 20-м году. И это был классический, мрачно-кровавый альбом рэпера, на что нам намекает даже название. Ведь 105 – это статья за убийство в УК РФ. Сюжеты про то, как убийца выслеживает свою жертву, тексты о запрещенных веществах и прочих тони, просто не могут не вызвать эмоции. Только попробуй, хомбой, у меня ночь, а мне похуй, я не закончусь, хомбой. Следующими героями нашего видео стали парни из американской рэп-рок-группы Beastie Boys, которые смешивали жанры еще с далекого – 1979-го. Коллектив официально прекратил свое существование в 2014-м, после того, как основатель и вокалист группы Адам Яук умер от рака. Последним релизом перед распадом стал Hot Sauce Commented Pad 2, выпущенный в 2011-м. Альбом ожидаемо получил хорошие отзывы и дебютировал на второй строчке чарта Billboard 200. Пластинка стала негласным завершением 35-летней истории Beastie Boys, забавным, драйвовым и жутко талантливым завершением. Чего только стоит клип на трек Make Some Noise. Настало время немного поговорить о казанской хардкор-рэп-группе «Злой дух», основанной в далеком 97-м «Злым и духом». И да, если вы вдруг не знали, то это никнеймы двух МС. Если верить интервью Злова, которое он дал в 2010-м, коллектив не распался и готовит для нас новый релиз, но с того момента никакой активности, кроме 70-трекового сборника демок и неизнанных треков, не было. Последний полноценный альбом группы вышел в 2005-м, и назывался он «Путь пацана». Хотя, по сути, он являлся ничем иным, как сольником все того же злого. Здесь рэпер в привычной для себя манере искренне и прямо читает о своей жизни. Все в классическом для рэпера стиле. Возможно, что мы таки дождемся нового альбома «Злого духа», ведь за более чем 17 лет фанаты изголодались по новой музыке. А если вы хотите больше контента и интервью с такими же влиятельными и уважаемыми рэперами, то покупайте наши фирменные худи «Мистер Чилл». Деньги с продаж идут на создание контента о ваших любимых рэперах и наше развитие. Мы уже заканчиваем постройку студии в Москве, и совсем скоро вас ждут интервью с ярчайшими представителями «Русского андера». Кстати, в комментах можете попробовать угадать, кто это будет. А чтобы ускорить весь этот процесс, переходи по ссылке в описании и заказывай теплые и качественные худаки от «Мистер Чилл». И не забывайте про отзывы. Американский дуэт «Ауткаст», состоящий из «Андре 3000» и «Биг Боя», вошел в историю индустрии как один из самых запоминающихся и харизматичных популяризаторов южного хип-хопа. Парни начали свою карьеру еще в 92-м и протянули аж до самого 2007-го, когда объявили о том, что они берут перерыв на неопределенный срок. Последним на данный момент альбомом группы является «Айдл Уайлд», вышедший в 2006-м. Он сразу же занял вторую строчку Billboard 200 и получил платиновый статус, но даже это не помогло ему стать провалом. На фоне предыдущих работ «Ауткаста» любой прошлый альбом был сильнее как по музыке, так и по значимости. На «Айдл Уайлде» дуэт заигрывает не только с хип-хопом, но и с джазом, блюзом и соло, что ввело в небольшой ступор фанов, которые ждали старый добрый «Ауткаст». И в целом мы вполне можем это получить, ведь группа уже объявляла о своем воссоединении. Правда, после этого заявления прошло уже 8 лет, а новых альбомов все еще нет. И последними на сегодня стали «Весы Брута» из Каспийского, одной из главных групп российской провинции середины десятых. Начало коллектива было положено еще в 2000-м, но известность пришла к парням только в 2013-м. Они очень быстро набирали популярность, но уже в марте 2017-го парни объявили, что будущий альбом саундтрек к так и не снятому фильму станет последним в истории группы. Этим релизом «Каспийский груз» решили поставить точку, уйдя на самом пике. И это была очень сильная работа с проработанной концепцией и шикарными строчками. Лично мой фаворит – это, безусловно, совместка с «Локдогом Греет». Просто вслушайтесь в моменты про персил и зарядку. Это просто шикарно. И на этом все. Сегодня мы рассказали вам о последних релизах культовых рэперов. Пишите в комментах, какое видео вы еще хотели бы увидеть от канала «Шоу Бизнес», а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокол. Мир всем местным! А сейчас рубрика «Лучшие треки молодых исполнителей», которые попались нам под руку. Если хочешь попасть в наш ролик, присылай свои песни на электронную почту, которую видишь на экране. Чуть пониже приспущу штаны, Снекеры белее, Снега в стиле брокколесской шпаны, Капюшоны, кортаны, Прямые козырьки, Снэпбэк, Хип-хап, Ван Лав, Голден Тайм, Камбэк, Чуть погромче, Навалю мобдир, Пусть сосед узнает, Что над ним живет реальный тип. Гип-ритрил, Геймстэщит, Прокачает фанки бит, Треки, тупака, Шакура, Снова ставлю на ремпиль, Не я в кайф, Садлайш, Шпилю в GTA V, Геймер старой школы, Времен Sega Mega Drive 2, Дает стимул, Прощая трава, За напасами напаса секс, И вкусная жратва, Ама-ама хэссала, Напиваю весело, Над башкой солнышко, Под ногами месиво, Не зевай, И если полива, То скидь,